Здравствуйте, с Новым Годом! Витаю, Украина! В табах человек, который стал медиаэкспертом в Украине. Благодаря тебе, да. Ну, хорошо. Первый мой выпуск в эфире был с тобой у Чайка, или как это называется? За Чайком, да. Но сейчас ситуация, когда мы попробуем узнать с помощью вашего опыта и информации американского взгляда на то, что случилось под Тегераном с украинским самолетом авиакомпании МАУ. Боинг был сбит. После этого у нас случилось много. Имеется в виду внутриполитических происшествий. Это когда искали в двое суток президента и не могли понять, как он с рабочего визита с Омана должен вернуться в Украину. Почему никого из руководства страны не было? Потом мы узнали, что оказывается, все вот эти вальяжные заявления, что не трогайте Тегеран, могут быть разные версии. Это уже на фоне того, что и лидеры многих стран, Канады, США, Британии, Нидерланды, Австралии уже, ссылаясь на данные разведки, говорили о сбитии самолета, а не о каких-то технических причинах. Нам со вчерашнего дня всем объясняют, что мы глупые. Это все была очень умная стратегия, которая и сделала все, что Тегеран уже не смог отвертеться. И то должны были признать, что они сбили наш лайнер. Вот так у нас в Украине это выглядит. Как это выглядит со стороны Америки? Ну, со стороны Америки тоже президент Трамп сначала выступил, он сказал, что похоже, что это был террористический акт или это была ошибка, что они сбили по ошибке. Но точно не знаем, будем еще разбираться. Поэтому очень, конечно, быстро, когда люди реагируют и сразу говорят, да нет, его сбили, да нет, он сам упал, да нет, еще не проведя никакого расследования, не дать время, чтобы в этом разобрались, то я считаю, что это глупо. А когда вот уже разобрались и в Иране они поняли, что они отвертеться от этого не могут и повели себя, наверное, более разумно и более благородно, чем ваши соседи не стали. Потому что я сначала выступал везде и говорил, конечно, самое худшее, если Иран начнет отпираться и делает такое, ала Русь, это не мы, нас там нет, это израильтяне, это украинцы, это еще кто угодно, только не они. Но они повели себя, видимо, они поняли, что или, может быть, мы им сообщили, что у нас есть сателлитосъемки, мы следим за этим, когда ракеты откуда-то взлетают, и что мы видим, что они его сбили. Вот реально после всех событий, которые были, уничтожение шиитской базы на границе Ирака и Сирии, потом разгром американского посольства в Ираке, да? Потом ликвидация иранского веселого генерала, который... Ну, генералом бы я его не называл. Ну, он так считает в Иране, да? Потом была ответка в виде ракет, обстрелов военных баз, где базируются американские военные в том числе, хотя они за несколько часов до обстрела как-то случайно все выехали из базы, да? Потом перебросили дополнительные военные силы, стратегические бомбардировщики, а Иран привел свои ракетные войска и ПВО в боевую готовность. Вот они их накачали, так, накачали, и поэтому все, что у них там мигало у какого-то молодого человека, и страна в изоляции, конечно, он нажал кнопку. И теперь вопрос, насколько американцы контролируют именно пространство Ирак, Иран, то есть можно там запустить одну-две ракеты так, чтобы потом отвертеться? Не думаю. Потому что у нас концентрированы там все наши глаза, все наши спутники, все наши разведывательные самолеты, которые там, A-Wax, наверняка все время кружат, они следят за этим. Поэтому как только эти ракеты две взлетели, мы их засекли. Я думаю, я не знаю, но это мое впечатление, что это так и есть, потому что это, ну и потом сразу было понятно, с моей точки зрения, что если пилоты, или даже в, это же все прослушивается, если что-то не в порядке с самолетом, пилот начинает разговаривать с, или даже сюардесса, или бортпроводник может поднять телефон, или что-то говорить, или даже в кабине слышно, разговоры не слышат. В диспетчеры. А тут бах, и все, он пропал с радара. Это значит, или он взорвался изнутри, или его кто-то сбил. Тут много вариантов нет. Первые видео, снятые иранцами, они сразу попали в медиа, и американские несколько телеканалов сразу показали их. Международное сообщество, кибернетическое, Беллингкет, сразу же с помощью геотаргетингов сразу сказал, да, это именно вот отсюда. Снималось, вот отсюда вылетала, вот траектория самолета. Тех, кто выложил видео, сразу в Тегеране, там забрали, бросили за решетку, появилось вчера свежее видео. Уже как бы с запуском видно, что есть одна ракета, потом через некоторое время вторая. Но это потому, что все сразу не выдается, потому что пытаются так сделать, чтобы не эскалировать, чтобы... И когда иранцы, ну когда начинают врать, а это мы знаем, что у России, у ее союзника, как Венезуэла, как Сирия, как Иран, вот это Хамас, Хазбулла, они начинают врать. Когда они начинают врать, им говоришь, перестаньте врать, мы знаем. Перестаньте врать, вы только себе делаете хуже. Вот мы знаем, потому что, вот, пожалуйста, у нас есть запись, что две ракеты было запущено. Первой вы промазали, и вы запустили, поэтому не было там 10 секунд на решение, у вас было больше, чем 10 секунд на решение. Когда запускает вторую ракету, как бы тяжело уже говорить о том, что это была случайность, либо ошибка. Нет, это случайностью не было, это было аж, я надеюсь, но опять же, это должно произойти расследование. Сейчас спекулировать на этом, я знаю, что политики, журналисты многие начнут над этим спекулировать и зарабатывать на этих несчастных жизнях какие-то себе бенефиты. Потому что должно пройти расследование. Слава богу, что сейчас расследование не нужно. Кто сбил, как сбил, чем сбил, как с Буком, да, с украинским, с малазийским самолетом на территории Украины. А теперь надо просто расследовать. Это был террористический акт, они специально это сделали. Но если две ракеты, это уже... Да, ну это мог там сидеть какой-то офицер, или какой-то сговор офицеров, которые это сделали специально. Тогда это террористический акт. Или это, правда, была случайность и ошибка. Вот это надо расследовать. И до того, как это расследуется, я бы вообще попросил журналистов, политиков, всех придержать эти комментарии, потому что дезинформация начинается, люди начинают злиться друг на друга, ругаться, и это неправильно. Сейчас и эксперты, и политики, которые обслуживали несколько версий специально информационно запущенных на самом начале, после трагедии, они много раз говорили о случайном выпуске ракет. А я скажу, эти же люди, не помню сейчас в каком году, когда был сбит во время учений российский самолет, который летел в Израиль, и погибло очень много людей во время учения, и сказали, что это сбили украинцы. И тогда Украина не признала этим, но выплатила компенсации. И тогда все говорили, украинцы сбили, украинцы сбили, вот сейчас мне часто пишут и большие претензии, что тогда украинцы сбили. А сейчас мы выясняем, после десятки лет, что оказывается, наверное, это были и не украинцы, кто сбили, а это, наверное, были россияне, которые участвовали вместе с украинцами в этих учениях. Да, это были общие учения в командах. Поэтому, когда мы прыгаем сразу и обвиняем кого-то, надо немножко разобраться, потому что это может потом оказаться не так. А украинцы просто тогда согласились выплатить компенсацию. Просто Ройтер сегодня со ссылкой на иранское агентство ФАРС тоже подтвердили, что автор видео с двумя ракетами уже задержан. Ну, это в любом тоталитарном. Также Айатала или Рухани, я сейчас не помню, кто сказал, что мы разберемся, и накажем виноватых в этом деле. И это понятно, что они накажут этого солдата, который нажал на кнопку, накажут этого лейтенанта, который крикнул там огонь. Ну, уже командующий Квир взял на себя. Да, вот может быть он пусть пойдет в отставку, и может быть пусть его накажут за это. Или самого Рухани и самого Хамени накажут. Пусть они сами себя дадут, потому что это они создали ситуацию. Мы там ударили по американцам, мы их убили 80. Осторожно, мы окружены врагами. Везде американцы, везде израильтяне. Они на нас сейчас нападут. И эти бедняги-бородачи, которые изолированы от всего остального мира, сидят у этих пультов, смотрят на этот поломанный радар, потому что запчастей нет, они изолированы. У которых обучения нет, потому что они не могут на разные конференции ездить. Сидят, и вдруг у них что-то мелькнуло, и он нажал кнопку, и говорит, огонь, все, а потом второй. А их объяснение было очень интересное. Имеется в виду иранская версия. Они говорили, что это была ошибка, потому что виноваты американцы. Они увидели на радаре Томагаук. Так вначале было. Поэтому хотели сбить ракету, американскую ракету, а оказалось, что это мирный лайнер. Случается такое, но это опять, это не профессионализм. А вот вы просто поможете нам. А вот можно на радаре перепутать Боинг с Томагавком? Я не знаю, потому что я не специалист по радарам. Я даже не знаю, какой у них радар стоял. Я даже в принципе не понимаю, как это. Я не специалист в этом деле. Я не специалист в этом деле, но я знаю одно. Что когда ты изолирован, когда начинается вот этот хайп, что на нас сейчас нападут, я даже помню, когда в России в 2000-х годах, когда Эстония уже готова была напасть на Россию. Подняли такую, так зарядили весь народ. Что сидит вот этот, и у него поломан, наверняка у него какой-то допотопный радар, допотопная система, сами они все допотопные. Зеркатур еще с советских времен. Ну да, и они взяли и пульнули, потому что точно так же, как и ваши там ДНР-овцы с российским буком. Там что-то у них не сработало, что-то они неграмотные. Они делали это, как неграмотный хирург может делать операцию человеку неграмотно. Поэтому, когда вы так людей накачиваете, то и вы за это ответственны. Потому что, я скажу, как там ротные, или командир даже там роты. Когда солдаты лежат молодые там, или на стрельбище, или в каком-то боевой ситуации, нервы напряжены, их так накачали, что кругом враги будь бдителен, что вот ротный ходит только и кричит. Убрать палец с курка, не стрелять. Убрать палец с курка, не стрелять. Потому что один молодой солдат, или два, ему что-то покажется. Нервы напряжены. Он накачан всем этим. Он видит, ему мерещится, что в него сейчас пульнут и убьют. И мама его будет плакать. И он ба-бах, у него на курок автоматический палец нажал, и началась пальба. То же самое и здесь, я думаю, могло и такое произойти. Режим в Тегеране, там собрался иранский парламент. Да, они слушали армейцев, силовиков и остальных. Но главное их решение, это они поддержали свою армию и признали Пентагон террористической организацией. Но я думаю, это они давно сделали. Это еще 40 лет тому назад. Нет, вот это именно было сейчас, как реакция на вот это все, что случилось. После того, когда они признали, что сбили украинский самолет, они именно вот с таким мессенджером вышли. Для американцев было непонятно, когда государственный секретарь Помпео звонил президенту Украины Зеленскому. Хотел для себя, наверное, понять, а что делает наш президент в Омане. Вот именно в эти дни. Я понимаю, что Зеленский популярен в Америке, потому что во всех ЗМИ, когда говорят о процедуре импичмента Трампа, всегда есть Зеленский. Я думаю, наоборот, он не популярен, потому что он говорит, что нет, никакого давления не было. Это не играет на руку демократической нашей секте и создает паническую ситуацию. Я не знаю, что Зеленский делал в Омане. А как вообще страна Оман, которая, в принципе, солидаризуется то с Тегераном, то с Москвой, в присутствии украинского главнокомандующего президента, воспринимается в Америке, которая Украина-Америка, это специальное стратегическое партнерство. Вот как? Ну, опять же, я гость вашей строи, я не буду и не хочу критиковать вашего президента. У меня большой спор всегда с украинцами, которые живут в Америке, в Израиле, когда они начинают пыли, я говорю, поезжайте туда, платите там налоги, ехайте в АТО, воеватели, пошлите к своих детей, и тогда вы сможете советовать украинцам, как им жить и что им делать, украинцам. И я могу только сказать то, что ваш президент чем-то мне напоминает нашего президента, потому что ни тот, ни другой в лобовую атаку не ходят. Они хитрые, они что-то делают там заколистно все время, и они говорят одно, а потом они идут в обход, и где-то там что-то делают. Поэтому я не знаю, что он делал в Омане с ними, но это я могу сказать за своего президента. Я ничего страшного не вижу, когда мой президент говорит, хлопает по плечу там Путина и говорит, ты классный вообще парень, и торс у тебя какой-то такой красивый, мне бы такое на коне, знаешь, голым, мне нравится все это. И потом ему санкции влипят, или упадет цена на нефть, или он блокирует санкции против Северного потока, а Путин говорит, подожди, ну Даня, ну мы же друзья, я же тебе нравился. Он говорит, подожди, это одно, а это бизнес, тут ничего личного. Поэтому сейчас вот у всех паника, что если Трамп поедет на 9 мая праздновать, Трамп может поехать на 9 мая, это одно, а бизнес это бизнес, это другое. И в больницу придет, цветы принесли, и на похороны придет, это ничего страшного нету в этом. Это просто такие вот, я считаю, они люди, которые постоянно маневрируют. Вот чтобы завершить страничку нашего разговора о трагедии в Иране, производство ракеты это Россия. Как она попала в Иран, который под санкциями, это вопрос. Опять же, это... Вот просто, если мы подходим уже к доказательству ситуации, что не просто сбили, а это было два запуска, то есть это было спланировано, а кто получает от этого выгоду? Потому что как бы для Тегерана сбить международный авиалайнер как бы не очень-то и выгодно. Нет, не выгодно, конечно, им не выгодно, но я понимаю, куда вы меня ведете. Я никуда не веду, а кто от этого получает выгоду? Ну, я могу так сказать, что Тегеран действует через пракси. Они очень хорошо научились у своих старших товарищей, как пользоваться другими кубинцами, еще кем-то там... Сирийцами. Сирийцами, пользоваться другими, чтобы создать хаос в каком-то регионе, чтобы нефть пошла вверх. Они научились, очень хорошие ученики этого, они вообще-то не глупые, они такой прагматичный народ. Вот, и может быть, и их использовали, я не исключаю это, поэтому говорю, должно пройти расследование. Может быть, эти люди там, которые сидели, которые это создали, может быть, в Тегеране уже арестовали, по-моему, 50 человек, которые относили к этому, имеют отношение, и 500 человек, которые имеют отношение к уничтожению Сулеймани, этого террориста, генерала с пятью классами образования. И вот это надо расследовать, потому что во всем в этом выгода Владимира Владимировича Путина. Тут вот выгода, когда у вас идет расслоение общества, потому что вы тоже страна многогранная, многонациональная, многоязычная. Очень легко здесь создать, столкнуть людей, заместо того, чтобы их сплотить. То же самое у нас в стране, то же самое в Израиле, в Европе. Поэтому Владимир Владимирович и добивается, чтобы у нас в странах был раскол политический и любой. И вот это, конечно, вносит огромный раскол в страну. Сегодня у нас тоже много информации, она прилетела с Америки. Сегодня в рамках процедур... Но если с Америки, то это правда. Если с Америки, то... В процессе вот этих всех процедур вокруг импичмента Трампа, все новые данные идут от разведки. Теперь у нас переписка между Джулиани и кучей людей из политического истеблишмента Украины. Как бывшего генпрокурора Луценко, так и тех, кто сейчас вокруг Зеленского. То есть там вся эта переписка и с советниками президента Украины, и с этим же Андреем Ермаком, который встречался в Джулиане. Все это в рамках буризмы сына Байдена. Вот эта свежая переписка сегодня стала частью информационного пространства вот сегодняшнего дня. И маленькая строчка то, что продолжается процедура, и документы там куда-то дальше, процедура импичмента продолжает идти. То есть процедура импичмента как бы... Они должны прийти в Сенат, да? Да, тоже продолжается. Вот... Ну как так случилось, что на ровном месте из обыкновенного телефонного разговора всемирный американско-украинский хайп вот получился? Вот как это? Это, опять же, я думаю, что это получилось, потому что демократы, они говорят, или леваки в нашей стране, и СМИ в этом участвуют, потому что огромное большинство СМИ у нас левой, информация эта приходит. Вообще-то мама никогда не учила не читать чужие письма. Я маму учил не читать чужие письма. Ну это уже не письма, это переписка, которую в государственных структурах США будут показали. У нас, они говорят в открытую, даже там никаких нету шифровок, они говорят, должны избавиться от Трампа любой ценой, вот любой ценой, даже ценой Соединенных Штатов Америки, даже ценой демократии, ценой Конституции, любой ценой надо избавиться от Трампа. Он не из политбюро, он не из номенклатуры, он не из эстаблишмента, он как-то туда попал, сейчас он ходит, всех разгоняет, это болото сливает, увольняет. Это не годится, это эстаблишменту не годится, потому что он не прошел все ступени, чтобы туда добраться. Где-то как и ваш президент. И это злит очень многих вокруг, поэтому они говорят, любой ценой, любой, какая бы там цена не была. И самое лучшее было это то, что он агент России, что он российский агент, что он против Украины, хотя это он дал летальное оружие Украине, хотя это он ввел санкции против России. Даже когда наш конгресс был республиканский, никто на него не давил. Это много что, это он закрыл все консульства российские в Соединенных Штатах Америки, он размазал Меркель и НАТО, чтобы они все делали, чтобы прикрыли северный поток. И все равно, все это он делает для Путина. Вот такая многогодочка. И любой ценой. И когда уже, сейчас я закончу, пять расследований, причем демократических расследований, показывают, что никакой связи у него с Путиным нет. Но все равно народ продолжает, такой хайп подняли, что он с Россией. Это проваливается, тут звонок Зеленскому, они находят, что он там оказывается, какое-то давление на него, хотя сам Зеленский говорит, что никакого давления не было. Он пытается понять, в чем была тут завязана коррупция, потому что деньги выдаются, а коррупция здесь не уменьшается. А он человек денег, он человек денег, а как раз не оружие. И он хочет проследить, куда деньги уходят. И он говорит, может быть там коррупция. Я слышал от моего агента Юры, Гарри Табаха, что там в Украине, оказывается, он нарыл коррупцию. Понимаете, а борьба должна быть. И они схватились за вот этот звонок Зеленскому. И когда спрашивают демократов, тот же Джулиане, он их спрашивает, вы так торопились, чтобы сделать импичмент Трампу, так торопились. Почему вы не передаете это в Сенат, где будет судебное расследование? Что же вы остановились? Вы так спешили, за 4 или 5 месяцев провели это расследование. Они говорят, нет, 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 мы уже начали импичмент 2,5 года тому назад. Поэтому, если вы начали импичмент 2,5 года назад, а претензия импичмента у вас, звонок к Зеленскому 6 месяцев тому назад, что же вы делали 2,5 года? Не сходится дожить, потому что первоначально было избавиться от Трампа любой ценой. Просто это, я считаю, что это попало так, что разговор с Зеленским оказался, ну и потом они же обвиняют бывшего вице-президента, который идет тоже на, конкурирует с Трампом за президентство. Поэтому это, конечно, обидно. Это все порождение внутриамериканской или есть и люди, которые играют из-за пределов страны? Ну, конечно, играют. Все играют. И Украина в это играет, и Россия в это играет, и Европа, и Макре, и Канада, и Макрон, и Меркель. Но играют по факту, что началась процедура импичмента или участники именно запуска процедуры? Ну, я думаю, и то, и другое. Все это политика, у них такой инцест происходит между собой. Это когда я за этим за всем наблюдаю, я каждое утро просыпаюсь и говорю, слава богу, что я родился солдатом, а не политиком. Потому что, ну, конечно, это такие гадюшники. А удалось расколоть американское общество? Конечно. Это уже случилось, да? Да, конечно. Я даже знаю случаи, где люди теряют работу. Ну, не хочу приходить на личное, но, допустим, мне очень близкий человек в вашем бизнесе очень такой, участвует там, создает фильмы, работает на очень большую компанию новостей СМИ. И он мне говорит, дядь, ага, это племянник, да? Нет, ближе даже. Он мне говорит, если я скажу свой политический взгляд, если я скажу, что я за Трампа, меня уволят, меня просто выживут оттуда. Потому что они все там левые, в этой огромной фирме СМИ, новостей. И оттуда очень часто выходят фейки. Он говорит, поэтому, если я скажу, что я за Трампа или пойду буду голосовать за Трампа, меня просто выживут оттуда. Много. Я даже знаю людей, которые развелись на этой почве. Потому что деньги... За Трампа, против Трампа. Против Трампа. Я знаю очень много. У вас запустили много других линий расколов, где раньше американское общество было единым. Ну, было, но не настолько. Всегда у нас были демократы-республиканцы, демократы-республиканцы. Опять же, сегодня так получается, что Трамп, он не республиканец. Он всегда был демократом. Он только к концу перекинулся в республиканскую партию, его выбрали сразу оттуда президентом. Блумберг, который идет сейчас против него, до точности наоборот. Он всегда был республиканцем. Сейчас он кинулся просто потому, что он против Трампа. У них что-то, видимо, там личные разборки какие-то. Он кинулся в демократическую партию, они его выдвигают в президент из-за демократической партии. Это... Такого раскола не было. У нас сегодня, вот мне многие люди пишут в Америке, особенно иммигранты, которые в основном 90% иммигрантов из Советского Союза за Трампа. Потому что они против социализма, против демократов. Они такие за Трампа в основном, иммигранты из Советского Союза. А нас уже там миллионы и миллионы. И многие пишут, они просто говорят, что делать наши дети против Трампа. Потому что они уже прошли там в университеты, и этой либеральной, этой отравой они всей левой накачались. Вспомнили об этом именно эмигрантской Америке, да? Это все граждане Америки. Вот просто интересно, откуда там рождаются вот такие вещи. У нас в процессе, в дискуссии сейчас, очень серьезная медийно-фалитическая дискуссия, в нее втянулся правительство и парламент. Это о зарплатах наших чиновников. У нас тут случилось много интересного. Перед Новым годом куча правительственных чиновников выписывали себе премии по полмиллиона гривен и больше. А некоторые просто начали, вот мы показываем именно вот эти магию больших цифр, да? А некоторые просто вышли в лидеры. И что интересно, лидером среди вот суперзарплат у нас государственный чиновник, глава Укрпошты. Почтальон. Да, но это государственная слабо реформированная пошта, которую практически кроме пенсионеров никто уже не пользуется. Да, вот была идея сделать из нее что-то хорошее и современное. Так вот, интересно, что ее возглавляет Игорь Смелянский. Он вместе с семьей в свое время в 1995 году переехал в США. То есть они живут, они граждане Соединенных Штатов. А у самого Смелянского оказалось, что зарплата намного больше, чем у генерального паршминистра Соединенных Штатов Америки. United States Postal Service получает там меньше, чем он. В процессе, когда начали ставки смотреть, оказывается, что наш директор Игорь Смелянский получает даже больше, чем номинальная зарплата президента Соединенных Штатов Америки. Почему я это вспомнил? Президент Соединенных Штатов Америки у нас сейчас не получает зарплату. Вот мы, наши зрители, наши глядачи опитываем, если должны премии топ-чиновникам перевищать сотни тысяч гривен. Вот на это вопрос до нас звонить. Мы хотим в вечере пользоваться вашими впечатлениями и думками в этой дискуссии. Это то, о чем мы спрашиваем наши зрители в протяжении дня. Но, что самое интересное, когда обратили внимание, кто же этот человек, и оказалось, что его родители живут не просто где-то там в Шаг, в глубинке, а Бруклин, Нью-Йорк. Большой эмигрантский. Да. И если хотите, мы вам покажем страничку его мамы и папы. Эта страничка, это просто квинтэссенция путинизма, победобесия и других вещей. Бессмертный полк Нью-Йорк-Вашингтон. Я скажу словами вождя и учителя всех времен и народов. Я так не люблю, потому что, правда, дети за отцов не отвечают. И это, может быть, пожилые люди, у которых это... У нас в Бруклине, в Америке, этих пожилых людей, их там миллионы. Я их не трогаю, потому что они на этом выросли. Дайте им спокойно умереть с этим, с этой победой. Не-не-не, тут интересно, что их позиция, абсолютно позиция здесь, бандеровцы-нацисты. Да, у моих родителей то же самое. А вот я просто хотел спросить, а как она работает? Если они еще в 95-м году выехали, это уже... Это вирус, ты вы... Это и вы. Мы с тобой на ты-то у нас... Да, ну хорошо. Вы меня хотите спросить, как вирус работает или как раковые клетки работают? Да, 25 лет в США живут и... Ой, ну они там дольше живут. Как работает украинская диаспора? Вот пример. Ага. А это работяги. Украинская диаспора — это работяги. И такие... Все они работают. Ну вот ни один на пособии не сидит, даже больной. Они все равно пойдут пахать, лечить, строить, что-то они пойдут делать. Это традиционные республиканцы. Тут приезжают и им говорят, вы знаете, Трамп, он вообще-то за Путина, а там война и все. А они моментально все становятся демократами. Все, никто за него не голосует. Сейчас, конечно, они все возвращаются обратно в свое русло, по правилам. Но моментально можно людей повернуть то туда, то сюда. Вот эти люди в политике, которые занимаются самой древней профессией, они умеют это делать. Мой вопрос к главному почтальмейстеру вашему. Правильно я сказал? Да. Почтальмейстер. Вопрос не то, что сколько он зарабатывает и какую премию он получил. А кто ему дал эту премию? Вот кто подписал это? Это государственная структура. Да, государственная структура, он же не может сказать, а сегодня я решил, что у меня зарплата такая-то будет, и сам себе выделил эту зарплату. Это какое-то министерство же ему выдает? Или премьер-министр, или президент? Как кто-то назначает? У вас правительство под президентом, у нас? Или парламент назначает ему такую зарплату. Вот я бы к тем людям обратился, это с какого стати у вас такие зарплаты получаются? Вот президент ваш должен, наверное, спросить. Президент это должен спросить с него. Особенно ваш президент, который гарант того, что он борется с коррупцией, борется с этим. Хорошо, это о деньгах. А я все-таки о мировоззрении. 25 лет проживания в США и сидеть в мифах прошлого, в советских мифах. Зачем это человеку в центре Нью-Йорка? Ну, кроме один раз... Хочешь, чтобы я тебе честно сказал? Да, зачем? Зачем вот это вся путинская... Вот прям пальцем на тебя. Хорошо. Потому что эти люди, кроме русскоязычных каналов, ничего не смотрят. Они продолжают жить в Советском Союзе. Просто за океаном, да? Просто за океаном. А что там в Бруклине? Это же анекдоты там есть. Когда ты там ходишь, по-английски пытаешься говорить, он говорит, тут иностранец зашел, говори с ним сам по-английски. Мы не понимаем, что он хочет. Или что ему там помог этот английский, потому что он не может найти, как выехать из Бруклина, потому что он по-русски не говорит. Проблема в том, что они слышат только Первый канал. Ну, в общем, Первый канал. Даже в Америке есть у нас телевизионные передачи на русском языке. Я на них не выступаю, кстати. Потому что они пророссийские. А Russia Today в Америке смотрят американцы или только иммигранты? Нет. А Russia Today иммигранты тоже не смотрят. Потому что он на английском. На английском. Да, они его не смотрят. Они смотрят и смотрят. Никто. У него нет никаких просмотров. Так а почему тогда американские граждане не советского бэкграунда поддались на манипуляции? Это профессора, это в университетах. Это профессора, это социалистические взгляды. То есть общество не сработало против фейков? А вот я хочу просто тебе сказать, вот в нашем, в эмигрантском кругу, почему вот эти старички и даже молодежь, и даже много других, почему, ну я же, мне говорят, ты что в Украину ездишь? Там же одни антисемиты. Я говорю, подождите, у них президент. Вы о чем говорите? Или там бендеровцы ходят, не говори по-русски. Я говорю, откуда вы это берете все? Из телевизора. Из телевизора. Они берут с телевизора. Почему? Потому что человек не сидит и не ловит, когда они там начнут по-русски говорить. А когда говорят по-украински, когда говорят по-английски, они не понимают и не будут. Поэтому они, брат, включили первый канал, и все, все тут им Соловьев объяснил. И Киселев. И это же логично, то, что они говорят. Они же пропагандисты, это же понятно. Поэтому Украина может и выиграть в горячей войне. Солдаты у вас отличные. Но в информационной войне вы проигрываете, потому что миллионы и миллионы людей вас понимают только на русском языке. Эстонцы, латыши, грузины, в Израиле, в Германии, в Австралии. Огромная русскоязычная община, которая бы и на вашей стороне была, но не понимает вас. Или вы вещаете по-английски. Или вы вещаете по-русски. Но почему-то литовцы, поляки и эстонцы, которые не говорят по-русски, нас поддерживают и понимают. И для этого не надо было делать литовский и эстонский канал. Потому что они антироссийские. Потому что они уже испытали это на себе. Они знают, о чем идет речь. А те, которые... Да и в России у вас очень много союзников. Что, ну не все же русские идиоты. Там очень много людей, которые на вашей стороне, но они не понимают, что вы говорите. И если бы был канал, который вещал исключительно на русском языке и исключительно... За рубеж имеете в виду, да? Да, за рубеж. Да и, наверное, здесь тоже ничего страшного. Язык не ваш враг. А язык врага – это ваш друг. Я не гениальный военачальник. Но мне в моей карьере военной помог русский язык. Потому что я понимал по-русски. Потому что я мог говорить по-русски. Ну, у нас тоже так шутят. Я русский бы выучил только за то, что надо допытывать пленных. И ну или там. Потому что, можно сказать, это как Путина называют по-русски. Хорошо. Просто не так много времени. Я хочу вернуться к этому... Вы понимаете, о чем я говорю. Да, да. Я хочу вернуться к этому... Я не пропагандирую русский язык. Я пропагандирую то, что страна, которая находится на военном положении, а вы находитесь на военном положении, как израильтяне. А в Израиле очень много каналов на арабском языке. Они вещают по всему арабскому миру. Но только они вещают свою сторону. Хорошо. Я хочу вернуться именно в этот регион. И к опыту. Был Международный антитеррористический центр в Турции. Которым я командовал. Да. Вот. Этот регион всегда был взрывоопасным. Да. И там долго закладывали разные мины и процессы. Начинали от военщины в Египте, на которую Советский Союз ставил, заканчивая созданием разных организаций, армий, боевиков и палестинских, и не только. Правильно? То есть, как бы, это давняя история и еще противостояние СССР и США. В этом регионе. Да. Это была главная линия. Вот сейчас мы видим, что именно в этом регионе начинает появляться линия раскола в рамках одного и того же блока. Мы видим, как филию Сирийской войны, переносит в Ливию сейчас. Да. Где на этом фоне пробуют уже сбить лбами двух членов НАТО. Греция и Турция. Ну, Греция и Турция, они всегда были. А это всегда у них было. Но теперь это на фоне этой войны. Но в Ливии там будет столкновение как раз не между Турцией и Грецией. Там похоже столкновение между Турцией и Россией, что и тоже традиционные оппозиционные. Но они сейчас как бы в Сирии союзники, а в Ливии они оказываются на разных сторонах. Врагами. Врагами, да. Вот это у нас такая вот у нас гибридная система. Но я всегда говорил, это не важно. Это все может поменяться очень быстро. Важно то, что у нас два лидера. Сталин и Гитлер. И они все время обговаривают, как поделить Европу или как поделить в этой ситуации Ливию, Сирию и этот регион с нефтью там. Но в конце концов Сталин и Гитлер подерутся. Не могут они договориться. Это две бешеные собаки. То есть вы имеете в виду, что рано или поздно Путин и Эрдоган должно быть столкновение именно по лекалам второй мировой. Их личное столкновение. Хорошо. Но к счастью они уйдут. И надеюсь, что это обратное место. Но в этом регионе столько игроков. Там столько пошло линии раскола. Американцы поддерживают... Мы когда как? Курдов, да. Когда поддерживаем... И то не всех курдов. Некоторых курдов. Некоторых курдов, да. Мы также поддерживаем турков. Но это сразу вопрос против Эрдогана и Турции, которые... Единственный Курдистан не видит никак и считает их фактически террористами. У себя на южных... Некоторых. Те, которые у них... Так это означает, что и американско-турецкое противостояние тоже будет возрастать, потому что в регионе... Но те, как бы, курды, которые это коммунистические... Курд с коммунистической идеологией, это те, которые вот турки считают террористами, они совершают террористические акты против Турецких. Я хочу подякувать Юрию Гарри Табаху за анализ, за разговору, капитану первого ранга ВМС США у відставки, за его инший погляд на багато речей, на который мы будем еще сегодня продолжать дивиться украинскими очами. Повернемся до глобуса Украины, но всегда важно знать думку ззовно. Дякую вам за увагу. Після новин продовжуємо.